Здоровье это еще не все, но вот все без здоровья ничто. Поэтому ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Ученые утверждают, что глаза самый информативный орган чувств, из имеющихся пяти конечно же. Люди посредством зрения получают 90 процентов сведений об окружающем мире. Ну впрочем еще Аристотель задолго до интенсивного развития науки и медицины утверждал, что глаз это тот орган чувств, который приносит нам более всего удовлетворение, потому что позволяет постичь суть природы. Ежегодно во второй четверг октября планета отмечает Всемирный день зрения. И вряд ли это праздник, но Всемирный день зрения это такая масштабная акция для того, чтобы помочь лицам с ослабленной и атрофированной зрительной функцией вести более или менее полноценную жизнь. Об этом мы и поговорим сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, наши эксперты, врачи-офтальмологи первой самарской оптики. Ирина Исаева, здравствуйте. И Светлана Джулай, добрый день. Здравствуйте. Статистика утверждает, что более половины россиян жалуются сегодня на проблемы со зрением. Актуальна ли проблема потери зрения для сегодняшнего дня, скажем так? Ну, конечно, актуально. Это действительно так. Очень много людей со сниженным зрением. Много людей даже не подозревают, что у них зрение снижено. Когда приходят и на проверку зрения, говорят, я хочу проверить зрение. Пожалуйста, начинаем проверять и говорим, что у вас зрение снижено. Человек, допустим, за рулем. Он говорит, да нет, я все хорошо вижу. А оказывается, совсем не так. И тогда уже человеку рекомендуешь коррекцию очковую или контактную уже в зависимости от ситуации. Я думаю, наверное, далеко не все люди знают про то, что существует Всемирный День Зрения. То есть мы сегодня вот такую вот акцию с вами тоже, можно считать, проводим, да, накануне Дня Зрения? Да, это очень важно, потому что этот, ну, нельзя сказать, что это праздник, но это повод задуматься о том, как важно хорошо видеть в наше время, как это определяет твои возможности профессиональные, вот, как это позволяет себя хорошо чувствовать. Вот. Хорошее зрение, оно необходимо для самочувствия человека, потому что иногда человек жалуется на головные боли, обращается к каким-то специалистам, на самом деле основная его проблема – это плохое зрение. Ну, вы меня совершенно поразили тем, что перед эфиром мы разговаривали, а оказывается, в вашей оптике аж 70 лет. Ничего себе история. Да. Наша оптика – это та самая легендарная оптика на проспекте Лейна-10, которую знают все самарцы, знают доктора, к нам приезжают пациенты из других областей, это очень часто Оренбург, Ульяновская область, Татария, вот, потому что все знают, что есть такая оптика, где можно быстро получить помощь, получить хорошо сделанные очки. Вот. Ну, вот приятно отметить, что буквально вот через две недели мы будем праздновать 70-летие нашей оптики. Вот наша оптика возникла 1 ноября 1946 года. Вот эта история. Да. Это был приказ Куйбышевского областного аптека управления о создании специализированного магазина с отделом оптики. Потом это стал уже в Куйбышеве известный магазин номер один «Оптика». Ну, и вот в настоящее время, вот, у нас очень сильная компания. У нас 11 филиалов по всем районам города. Один из филиалов функционирует в городе Кенеле. Все филиалы наши хорошо оснащены современным оборудованием. Есть мощная база производственная. То есть у нас работает цех по изготовлению очков. Цех оборудован самыми современными станками по изготовлению очков. То есть наши мастера способны изготовить очки любой сложности. А вот ваши потрясающие очки, сижу, любуюсь, изготовлены ваши? Есть скромные вопросы. Да, да. Это даже не просто очки. Это те очки, которые мы сейчас продвигаем, чтобы наши пациенты, имеющие возраст 40+, имели комфорт в зрении. Это прогрессивные очки, которые позволяют хорошо видеть вдаль, работать с документами, с компьютером. Сейчас, я думаю, мы поговорим еще про 40+, потому что вопрос-то очень актуальный. Естественно, да. Но сначала хотелось бы вот о чем спросить. А вообще, что должно подвигнуть человека к тому, чтобы пойти и зрение проверить? Ну вот, казалось бы, кардинальных каких-то таких проблем нет, и надо ли идти? Ну, допустим, человек почувствовал снижение зрения вдаль, или в сумерках видит уже не так четко. Или же, допустим, возникли ощущения затруднения при работе вблизи, при чтении. Человеку или, допустим, хочется отодвинуть подальше текст, чтобы более четко видеть. Или при работе на близком расстоянии или с компьютером начинают возникать такие ощущения, как дискомфорт, общая раздражительность может быть, головная боль может появиться. Причем боль может быть и в области висков, и в области переносицы. И может быть даже доходить до тошноты и рвоты в такое состоянии, да. И тогда необходимо обратиться к врачу-офтальмологу. Ну, и кроме этого тоже бывают ситуации, например, после оперативных вмешательств, когда люди оперируют, допустим, катаракту, то до операции было одно состояние зрения, после стало другое, и уже возникает необходимость в коррекции зрения. Допустим, даже для близи. У человека меняется состояние зрения. Вот это должно... Не думая, что хуже. Да, нет. Конечно, все равно человек лучше видит после оперативного вмешательства. Просто меняется состояние зрения. Это необходимо коррегировать. Тогда нужно обратиться к врачу-офтальмологу. Я бы еще допомнила, что даже независимо, есть у вас жалобы или нет, в принципе, каждый человек раз в год желательно, чтобы он проверял свое зрение. Вот. Если как бы доктор не рекомендует это делать чаще. А зачем раз в год, чтобы что не случилось? С профилактической целью. И, во-первых, это дает возможность определить, есть ли снижение зрения у человека, когда он его не чувствует, сам не понимает еще. Такое тоже возможно. Такое возможно, да. Да, бывает так, что на один глаз зрение там падает, человек воспринимает мир, естественно, двумя глазами и даже может не подозревать, что у него бывает даже резко снижено зрение на один глаз. Бывают случаи, что человек приходит с полным отсутствием зрения и не замечал никогда, пока он не пришел к офтальмологу. Вот в детстве нам все время проверяли зрение в школе. Ну, собственно, вешали вот эту табличку с буковками, да, закрывали мы один глаз и называли буквы. С тех времен-то вообще что-то изменилось? Вот как зрение проверяется сегодня? Ну, конечно, изменилось. Ведь сейчас век технологий, все развивается, ничто не стоит на месте. И у нас оптика имеет очень хорошее современное оборудование, которое позволяет нам быстро, точно, индивидуально подбирать коррекцию для каждого человека. Да, обязательно. Много. Такое оборудование, кстати, может себе позволить не каждое медицинское учреждение приобрести. Ну, можно представить, наверное, это достаточно дорогостоящие вещи. Да, да. Ну, и для нас это большая помощь в работе. Ну, а сколько времени займет? Ну, это по-разному. Может, от 15 минут, допустим, пришел человек подобрать просто очки. Ну, одни какие-то простые, может занять минут 15. Но если он подходит, приходят люди для подбора контактных линз впервые, то есть человеку нужно и объяснить, как пользоваться линзами, как их одевать, снимать, как ухаживать за ними, конечно, это займет более длительный период. Или же, допустим, приходит на подбор очков или контактных линз и на полное обследование. То есть он хочет еще заодно исследовать состояние глазного дна, сред глаз, померить внутриглазное давление. Естественно, это тоже будет занимать более длительный период. Может быть, до 40 минут, а может и больше. А вот что вы скажете, например, по поводу того, что некоторым жаль тратить время на какой-то такой процесс, пришли в аптеку, померили эти, так маловато, взяли следующие, надели, вроде бы хорошо и пошли. Ну, это человек не понимает серьезности подхода к своему зрению. А в чем она? Потому что нужно обязательно индивидуально подбирать очки или контактные линзы, в том числе имеет большое значение даже расстояние между центрами зрачков. Ну вот над этим, наверное, далеко не все задумываются. Не все. Тем более, что оно разное. Ведь для очков для дали одно межцентровое расстояние, а для близости совершенно другое. Это каждому человеку необходимо. Ведь не покупает же человек себе обувь на два размера больше, чем ему положено. Также вот и расстояние между центрами зрачков. Оно у каждого свое, и необходимо только то, которое подходит этому человеку. Большое обуви дискомфортно, а так очки надел, вроде бы и ничего. Тоже дискомфорт будет. Со временем, да? Может быть, не в первую секунду. Да, может быть, дискомфорт, и может быть, сформироваться такая проблема, что когда человек, наконец, задумается, что ему плохо, некомфортно в готовых очках, но он уже привык работать в тех очках, в которых расстояние не соответствует. То есть разносились, скажем так, да? Да, и потом, получая очки, изготовленные совершенно правильно, по идеальному рецепту, а пациенту некомфортно, потому что иногда бывает совершенно разное зрение на глаза, а человек привык работать в очках готовых. Это, естественно, линзы одинаковые. То есть привыкая работать одним глазом, мозговой центр работает, естественно, соответственно, этому глазу. То есть, получая уже идеальные очки, ему приходится очень сложно иногда. Пациенты даже отказываются от хороших очков, потому что вот они привыкли... А что делать? И заработать. Сколько времени нужно потерпеть или как-то делать? Ну, нужно вот... Мы объясняем пациенту... Индивидуально. Да, объясняем пациенту, как это важно. Вот, то, что там в настоящий момент у него хорошо работают оба глаза. Он получает бинокулярное зрение, то есть зрение с обоих глаз. Вот. Все индивидуально. Каждый привыкает тоже по-своему, по-разному. Кому-то достаточно неделю, а кому-то месяц. Ну, ладно, хоть не годы. Ирина Симоновна, вы начали говорить уже о людях 40+. И действительно, эта проблема просто, ну, поголовно. Вот у меня все знакомые жалуются. Стало садиться зрение, стал плохо видеть. Там 40 лет перешагнул барьер. И ой-ой-ой, что с этим делать? А что, собственно, с этим делать? Советы, потому что разные дают. Ну, это состояние называется пресс-биопия. То есть, как возрастные изменения, при которых человек хуже видит вблизи. Далее он видит хорошо, а вблизи уже не очень хочется отодвинуть текст, чтобы более четко увидеть. Нужно прийти и подобрать очки правильные. Подобрать очки можно разные. Есть это и монофокальные линзы, которые имеют, ну, одну диоптерию, допустим, там, необходимой человеку плюс два для чтения. Вот это будет монофокальная линза. Есть бинокулярные линзы. То есть, когда они разделены на две половинки, верхняя для дали, а нижняя для близи, чтобы не снимать их, а ходить в одних очках. То есть, смотришь либо вверх очков, либо вниз. Да, да, да. Вот. Или же есть прогрессивные линзы. Это уже более современные линзы, которых мы уже здесь упоминали, которые позволяют видеть человеку... Которые не снимают. И человек со стороны даже не понимает, что у человека это прогрессивная линза. Она незаметна. Мало того, если сделать эти линзы по технологии фотохромных, которые на свету от ультрафиолета темнеют, а в помещении становятся прозрачными, то здесь ещё получается и функция солнцезащитных очков присутствует. И тогда, получается, в одних очках сочетаются три, а то и четыре пары. Да, вот пользование... Прямо какие-то такие фантастические истории. Да, пользование такими очками даёт свободу. То есть, сейчас люди, имеющие, как мы говорим, 40 плюс возраст, они также ведут активный образ жизни. Водят машину, работают с документами. Работая с документами с компьютером, должны обращаться там к своим коллегам. Учитель, тот же врач. Пишем карточку, да, смотрим на пациента. Вот эти очки, которые... В них плавно изменяется диоптрия, то есть визуально эти очки выглядят как обычные, они не подчёркивают возраст обладателя этих очков, потому что он ими пользуется так же, как пользуется в 20 лет. Некоторых пугают то, что это что, я сейчас надену очки, это я должен буду их носить. Мы ничего никому не должны. То есть, в тех ситуациях, когда нам надо видеть всё, мы их можем носить постоянно, можем носить в тех ситуациях, когда мы хотим хорошо видеть на любой дистанции. Ну, кстати, есть ещё вариант офисных очков. Вот для того, чтобы человек мог работать и вблизи, и на среднее расстояние. Он, допустим, видит хорошо вдаль, и ему не нужны очки для дали. Но так как он работает с документацией, и, допустим, нужно перевести взгляд на компьютер или на человека, который к нему подошёл, и с ним нужно поговорить, то существует линза, которая позволяет видеть на близком расстоянии и на среднем, то есть где-то до трёх метров. Она тоже сплошная, в ней тоже нет никаких разделений. То есть нужно прийти к вам и обозначить проблему. Да. Да, мы вообще-то всегда выясняем. То есть какой проблемой человек к нам пришёл, какой у него образ жизни, какие у него требования к очкам. То есть это всё... Род работы, да. Да, всё это, как выясняется, анамнез. Как психологи работаете. Да. Но кроме того, можно предложить не только очковую коррекцию, но и контактную. Потому что сейчас есть мультифокальные контактные линзы. А вот мне кажется, вечный спор очки или линзы. А в принципе не бывает одного без другого. А тот, кто не хочет носить очки, кто привык к контактным линзам, но наступили возрастные изменения, ему плохо видно вблизи. Вот для этого есть мультифокальные контактные линзы, которые позволяют ему также видеть как вдаль, так и вблизи чётко. А если контактные линзы носит человек, то ему всё равно нужны очки. Потому что постоянно носить контактные линзы нельзя. Ну вот вы рассказываете о таких сложно устроенных вещах. Наверное, это очень дорого, я думаю, вопрос, который тоже же волнует людей, испытывающих вот эти проблемы. Ну, понимаете, мы как бы себя позиционируем как семейная сеть. Вот, поэтому к нам обращаются пациенты с любым достатком, с различным возрастом. У нас есть предложение для любой категории. И даже прогрессивные очки могут стоить не так дорого. То есть вы не говорите, что нет, и вам непосредственно решать такую проблему. Нет, нет. Светлана Александровна, вы уже заговорили о защите глаз от солнечных лучей. Вот у меня один знакомый принципиально не носит очки. Он говорит, что ему и так комфортно. Вот эта принципиальность, она насколько безобидна? Вы знаете, чем длительнее воздействует ультрафиолетовый луч на глаз, тем больше вероятность развития осложнений. В каком плане? То есть могут вызываться заболевания, как хрусталика, это катаракта, сетчатки, это дистрофия сетчатки. Могут пойти изменения кожи вокруг глаз и другие тоже. Кожа лица также страдает от ультрафиолетового воздействия. Поэтому необходимо защищать глаза от ультрафиолета. И защищать ее нужно не только взрослым, но и детям. У них зрачки шерри, хрусталик более прозрачный. Они длительнее находятся на улице, чем взрослые. Поэтому не надо забывать о детях и подростках. А то часто бывает так, что мама идет в солнцезащитных очках. Но малышам-то редко надевают очки. А ребенок без, да. И солнцезащитные очки идут с блокадой от ультрафиолетовых лучей. Вот их нужно покупать. Не просто солнцезащитные очки, они тоже разные. Кроме того, есть линзы фотохромные. Вот они тоже блокируют ультрафиолетовые лучи. На солнце, на ярком снегу, на улице, когда человек находится, то они темнеют. А в помещении они становятся прозрачными. Это не выглядит, как черный глаз. Нет, вот мои линзы, кстати, вот, сейчас вы видите, они фотохромные. То есть помещения, они совершенно светлые, не отличаются от обычных корригирующих очков. Еще вот важно, что дети, которым приходится носить корригирующие очки, они же не могут надеть поверх них очки солнцезащитные. Поэтому очень важно, чтобы ребенку назначались и изготавливались очки с фотохромным эффектом. То есть лучше все-таки иметь зимние и летние очки, да? А зимой тоже. Зимой. Зимой ультрафиолет. Ну это дай бог, чтобы такая зима у нас была. Нет, дело в том, что солнце, ультрафиолет зимой, он еще более опасен, потому что яркий снег, идет отражение, вот, и солнечные, вот эти лучи, да, периферии, попадают не только вот через там линзу, в принципе, обычная линза тоже немножко сдерживает ультрафиолет, но и по краям очков по периферии, поэтому все-таки... Выбираем в коробочку летние очки солнцезащитные и зимой. В принципе, да. Зря, да. Но даже вот те люди, которые носят контактные линзы, они тоже имеют защиту, блок от ультрафиолетовых лучей, но их все равно лучше носить солнцезащитными очками, чтобы более эффективно защитить глаза. Я утром сегодня на заправке, потому что обратила внимание на стенд, очки водителя написано. А что для водителя? Какие-то специальные очки нужны? Да, есть разновидность очков, которые рекомендуем именно водителям. Есть очки с линзами Extra Active, то есть они реагируют на свет через лобовое стекло, и тогда не слепят водителя лучи яркие. А есть еще очки Driver или Driver, как вот называют их. Это очки, которые имеют сложную технологию, и они блокируют все слепящие вот эти лучи, причем в любую погоду блики блокируют. Кроме того, они еще улучшают контрастность, ческают изображение, они снижают утомляемость глаз водителя и позволяют ему более четко оценивать ситуацию. И расстояние оценивать, и всю дорожную ситуацию. И не так устают они. Это тоже очень важно. У нас периодически на экране появляется телефон единой справочной службы. А, собственно, с какими вопросами можно звонить? Чтобы проконсультироваться по какому поводу? Вопросы можно задавать абсолютно различные. И у нас оптика имеет обратную связь с пациентами. Вопрос задается, ему обязательно отвечают на этот вопрос. Кроме того, по этому телефону можно записаться на прием к врачу в любой филиал, где примут с дорогой душой. И, кроме того, записаться к нам можно еще и по нашему сайту. И тогда предоставляется еще дополнительная льготная скидка, 50% за прием врача. О, как прекрасно. Мне в наушниках подсказывает наша режиссерская бригада, что они уже все планируют к вам отправиться на прием. Мы будем рады, пожалуйте. И пока еще у нас есть немножечко времени до окончания эфира, я бы все-таки хотела поговорить о детях. Потому что, ну, дети очки, как правило, носить не любят, а корректировать то зрение как-то нужно. Вообще, как вы с маленькими пациентами работаете? Да, мы с большим удовольствием принимаем наших маленьких пациентов. Нам их направляют и доктора детских поликлиник, потому что знают, что у нас очень хорошее оборудование. Предлагаем детям и контактные линзы. Кстати, вот хочется успокоить и родителей, и иногда переживают детские офтальмологи, как это так ребенок будет носить контактные линзы. Кстати говоря, дети очень легко обучаются, они очень мотивированы, потому что у них или психологическая проблема может быть. Дразнят в школе. Да, дразнят в школе. Да, причем интересный такой факт, что начиная носить контактные линзы, ребенок успокаивается и может с удовольствием носить контактные очки. Ой, контактные линзы, простите. Вот, потому что у него есть альтернатива. То есть он не привязан к этим очкам, вот в которых его дразнят или ему неудобно. Потом есть ситуации, когда контактная линза по медицинским показаниям нужна, потому что есть такие проблемы, когда хорошо, один глаз хорошо видит у ребенка, вот, а в другом настолько сильно изменена рефракция, что очки назначить практически невозможно. Вот разность изображения от каждого глаза, вот, не переносит такую коррекцию. Да, вот. И иногда ребенок носит линзу контактную только на один глаз, вот, потому что, как без этой ситуации, другого выхода нет. Вот. Ну и большое, большое значение имеет отношение контактных линз с детям, которые занимаются спортом, танцами, там выступают на сцене. Конечно, в очках не потанчиваются. Да. Вот. Дети очень хорошо воспринимают все наши рекомендации по ношению. То есть, вот, я даже не могу припомнить, чтобы вот ребенок, если он сам настроен, мотивирован, что вот когда они повторно приходят на прием, я их спрошу рассказать, как ты ухаживаешь за линзами, покажи это вот при мне, как ты надеваешь, как снимаешь. Иногда дети даже подсказывают мамам, которые носят линзы, что мама, ты неправильно там что-то делаешь. Вот. Так что, ну, наши дети, вот, современные дети, вот, они умные, продвинутые, развитые. Вот. Ну, и мы рекомендуем детям в основном однодневные линзы, за ними очень легкий уход, то есть практически даже никакого линзы надевается, допустим, только на тренировку. Не стерильные всегда. Да. Так что бояться осложнений не следует. Ну, вы все объясните, расскажете, покажете же, да? Конечно, да. Ну, я думаю, что зрители наши присоединятся ко мне сейчас, потому что я хочу поздравить вас с вашим предстоящим юбилеем, очень серьезным, 70-летием. И большое спасибо за вот эту информационную акцию, которую в преддверии Всемирного дня зрения вы нам устроили, потому что информацию, которую сегодня мы услышали, она на самом деле очень интересная и для меня лично во многом была неожиданная. Спасибо большое за участие в нашей программе. Величайший корифей офтальмологии Альбрехт фон Грефф говорил так. Ораторы восхваляли глаз, певцы воспевали его, но действительная оценка глаза покоится в безмолвной тоске тех, кто имел глаз и лишился его. Берегите зрение. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова